Глава 31 Грех Надава и Авиуда Книга Левит, глава 10, стихи с 1 по 11 После освящения из Кинии священники были рукоположны на святое служение. Эти церемонии длились семь дней, и каждая из них отличалась особенным служением. На восьмой день приступили к служению. При помощи своих сыновей Аарон принес требуемые Богом жертвы и затем, подняв руки к небу, благословил народ. Все было сделано, как повелел Господь, и Он принял жертву и явил славу Свою особенным образом. От Господа вышел огонь и сжег жертву на жертвенники. Народ с благоговейным страхом и глубочайшим интересом смотрел на чудесное проявление божественного могущества. Люди видели в этом знамение Божьей славы и благоволения, и их чувства вылились во всеобщих возгласах хвалы и обожания. Они пали ниц, словно воочию узрев Иегову. Но вскоре после этого внезапное страшное бедствие постигло семью первосвященника. Во время служения, когда молитвы и благодарения народа возносились к Богу, два сына Аарона взяли каждый свою кадильницу и зажгли в них благовонное курение для приятного благоухания пред Господом. Но они нарушили повеление, взяв огонь чуждый. Для курения они взяли обычный огонь вместо священного, который зажег сам Бог и который Он повелел употреблять для подобной цели. Этот грех и послужил причиной того, что от Бога вышел огонь и сжег их на глазах всего народа. Надав и Авиуд после Моисея и Аарона занимали самое высокое положение в Израиле. Господь особо отличил их, разрешив вместе с семью десятью старейшинами созерцать славу Божью на горе. Но это не могло оправдать совершенного ими преступления или позволить закрыть на него глаза. Напротив, это сделало их преступление более тяжким. То, что они получили великий свет и, как князья израильского народа, взошли на гору, то, что они имели преимущество общения с Богом и пребывали во свете Его славы, вовсе не позволяло им обольщаться надеждой, что они могут безнаказанно согрешить. И поскольку Бог удостоил их такой чести, их не постигнет суровое наказание. Это роковое заблуждение. Великий свет и преимущества, дарованные нам, требуют от нас соответствующих добродетелей святости. Бог не может принять меньшее. Большие благословения и преимущества никогда не должны убаюкивать в состоянии беззаботности и безответственности. Они никогда не могут дать право грешить или думать, что Бог не будет слишком изыскательным к нам. Все преимущества, дарованные Богом, служат средством вдохновить нас, усилить наше рвение и дать нам силы в исполнении Его святой воли. Надав и Авиуд с юности не были приучены владеть собой. Уступчивый характер, неумение проявить твердость в вопросах справедливости привели их отца к тому, что он пренебрег воспитанием своих сыновей. Он позволял сыновьям поступать так, как им хотелось. Привычка потворствовать себе приобрела над ними такую власть, что даже ответственность самого священного долга не смогла сломить ее. Их не научили с уважением относиться к авторитету своего отца, и они не понимали необходимости точного исполнения требований божьих. Ошибочное попустительство Аарона своим сыновьям привело к тому, что они стали объектом божественного суда. Бог желал научить народ благоговейно и трепетно приближаться к Нему и так служить Ему, как это установил Он. Он не может принять частичное служение и частичное послушание. Недостаточно, чтобы в торжественное время богослужения почти все было сделано так, как Он велел. Господь изрек проклятие тем, кто удалится от заповеданного им и не сделает разницы между обычным и святым. Он говорит через пророка «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Книга пророка Исаия, 5 глава, стихи из 20 по 24. «Пусть никто не обманывает себя, что часть заповедей Божьих не обязательно, и что он вместо требуемого примет что-либо другое». Пророк Иеремии говорит «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Книга «Плач» пророка Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Бог не дал в Священном Писании никакого указания относительно того, что люди могут поступать безнаказанно, как им заблагорассудится. Кто уклоняется от строгого пути повиновения и следует другими дорогами, обнаружит, что конец их – путь к смерти». Книга притчей Соломоновых, 14 глава, 12 стих. «Аорону же, и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть, ибо на вас елей помазание Господня». Великий вождь напомнил своему брату слова Божьи. «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аорон молчал. Смерть его сыновей – такая неожиданная и через такой ужасный грех, грех, который, как он теперь понял, явился результатом его личного пренебрежения своим долгом, сжимало сердце отца мукой, но он не давал воли своим чувствам. Ни малейшим выражением горя он не должен был казаться сочувствующим греху, чтобы это не послужило для народа поводом к ропоту против Бога». Господь желал научить свой народ признавать справедливость его исправительных действий, чтобы другим внушить страх. В Израиле были такие, для кого этот ужасный суд мог послужить предостережением и спасти их от злоупотребления Божьим долготерпением, пока они сами не решат собственную участь. Бог осуждает ложное сочувствие грешнику, который пытается оправдать свой грех. Грех умерщвляет нравственное восприятие человека настолько, что согрешающий не осознает чудовищности беззакония и без убеждающей силы Святого Духа остается частично слеп в отношении своего греха. Долг слух Христа указать таким заблудшим на угрожающие им опасность. Те, кто разрушает воздействие предостережений и закрывает глаза грешников на реальное положение вещей и последствия греха, часто льстят себе тем, что якобы поступают добродетельно, но, делая так, они препятствуют работе Святого Духа Божьего. Они убаюкивают грешников на краю гибели. Они становятся соучастниками их вины и возлагают на себя ужасную ответственность за их нераскаяние. Многие, очень многие, пали жертвой такого ложного и обманчивого сочувствия. Надав и Авиуд никогда не совершили бы рокового греха, если бы были трезвы. Они понимали, чтобы явиться в святилище, где обнаружится божественное присутствие, им следует приготовиться особенно тщательно и торжественно. Но невоздержание сделало братьев недостойными их святого призвания. Их ум затмился, и нравственное восприятие настолько притупилось, что они не видели разницы между священным и обыденным. А Аарону и его оставшимся в живых сыновьям было сказано «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь». Употребление спиртных напитков ослабляет тело, помрачает разум и разрушает нравственность. Это мешает людям понять неприкосновенность священного или обязательность божественных требований. Все, кто занимают ответственные посты, должны проявлять строгое воздержание, чтобы не терять способности проводить определенную границу между добром и злом, чтобы сохранять твердые принципы и поступать мудро, справедливо и милосердно. Подобная обязанность возлагается на каждого последователя Христа. Апостол Петр говорит, «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Бог требует от нас сохранять тело и душу по возможности в наилучшем состоянии, чтобы мы могли совершать приемлемое служение для нашего Творца. Употребление возбуждающих напитков будет иметь для нас те же последствия, что и для священников Израиля. Совесть в подобном случае теряет чувствительность к греху, и это настолько ожесточает чувство, что всякое различие между обычным и святым утрачивает значение. Как же мы сможем тогда сообразоваться с мерилом божественных требований? Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Торжественное и страшное предупреждение обращено к Церкви Христа всех веков. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.